значит вода идеально дождевая после дождевой воды речная после речной прудовая и только потом колодезная или артезианская так теперь значит как мы поливаем и пока ничего страшного разочек льем там где корни и мы не делали специальную яму для полива я потом на вебинарах покажу 15 октября 2019 года выходит фильм где доктор наук делает большую яму заполняет яму для полива еще бортики делает это четыре дня назад не в 14 веке а мы делаем как немножко может при этом осеть земля под горнем старого места теперь следующий момент это только сейчас вообще штамп это самое слабое место на влажность поэтому со следующего года вы будете поливать за вот так ни в коем случае корни будут вот тут поливать вы будете только в дикую жару а дальше он сам развивается у них прекрасные корни глубинные у персиков усеянцев подрастет персик будете поливать вот тут и никаких ямок для полива или туда там не там не надо лить кроме вреда ничего больше не принесет в общем с поливом все понятно вот поливать только по погоде никаких лунных календарей никаких специальных полива типа бросил шланг и пошел работать в другом месте так и мы поливаем боем лодины это пересадка но со следующего года октябрь месяц поливать не поливать вообще даже если идет последовательность то есть первый год поливается потом уже все пока не дело в том что она это мешает ему сбросить листья сырая погода этого девятнадцатого года по хакаси юг корсавского края будут большие потери по деревьям погода не соответствует нашему лесно-календарному климату общепринятому когда деревья десятки лет привыкали к сибири отсюда ослабели парша на листьях вот здесь они сброшены впереди экстренный сброс листьев уже как караул спасайся а если еще полить в это время лист перестает сбрасываться так в зиму с листьями уходит а здесь хотя бы частично видите начал сбрасывать листья пока я вам довез уже часть листьев нету вот такие дела